Всем привет! С вами Запорожская Анна, и если вы смотрите это видео, то вы такой же шопоголик, как и я. Но я разумный шопоголик. Оставайтесь со мной, дальше будем. Девочки, в этом видео я покажу вам одежду масс-маркета, которую я купила в Праге. То есть, в принципе, масс-маркет можно заказать через интернет, можно посмотреть у себя в магазинах. Прошлась по торговым центрам в Киеве и поняла, что ассортимент совершенно не такой, как в Европе. Поэтому, если вам какие-то вещи понравились, то заказывайте через интернет. То есть, заходите на официальный сайт и старалась брать базовые вещи для того, чтобы не менять гардероб с сезона в сезон. Но кое-что все-таки пошло не так, поэтому смотрите, что же я набрала. И еще кое-что я вам покажу, купленное здесь, в Киеве. Я оставлю внизу все ссылочки. И именно у меня есть пальто, у меня есть костюм. Еще один костюм, который, наверное, сложно будет найти, потому что купила я его давно. И сейчас пришло время его носить. Но я вам все равно его покажу для того, чтобы вы, наверное, вдохновились. Первое, что я вам покажу, это вещи из речи демо. Я купила джинсы по распродаже. 36 размер. Они мне очень понравились. Единственное, что я внизу хочу их обрезать, просто вот так обрезать, и чтобы торчали нитки. Вот мне прям очень нравится. Что мне у них понравилось, то, что они идеально на мне сидят, и тут высокая талия. Я знаю, я когда-то даже вот буквально недавно снимала видео, что не нравится мужчинам в девушках. И большинство мужчин, я делала опрос, сказали, что они не любят джинсы с высокой талией. Я все равно купила, но мне очень нравится. Конечно, сидят они по-разному. У меня тут цвет барахлит. Мужчинам не нравится, но это их дело. Тем более, на разных фигурах разные модели сидят по-разному. Если вы найдете свою идеальную модель, то, конечно же, надо носить. Две базовые футболки. Черная и белая. Это оптимальный вариант подо все. Но, конечно, можно еще выбрать серый цвет, какой-то яркий, желтый, неважно. Но вот две такие вещи в гардеробе каждой девушки должны быть. Потому что это палочка-врычалочка. Под джинсы, под юбки, под шорты, под брюки, под костюмы, под, я не знаю, под все на свете подходят вот такие вот футболки. Я взяла специально размер М и размер С. Вообще, я люблю, когда, ну, не знаю, больше так оверсайз. Поэтому беру обычно М. Также я беру свитера М, рубашки. Рубашки некоторые брала даже Л. И еще очень часто покупаю рубашки в мужских магазинах. Да. И у меня даже есть костюм, который я тоже хочу вам сегодня показать. Он тоже с мужского магазина. Можно сказать, я сняла его с брата. Ну, прям очень-очень мне нравятся такие вещи оверсайз. Рубашки должны быть приятные к телу, хлопковые. И желательно брать сразу несколько штук. Например, две черные, две белые. Я вообще белые брала на штук пять. Но почему не взяла, сейчас не знаю. Они как бы быстро теряют свой внешний вид. Я люблю, когда рубашки прям, футболки, я не знаю, любая белая вещь смотрится прям вот белоснежной. Конечно, есть разные оттенки, но вот мне очень нравится, когда прям белый-белый. Поэтому, если она начинает чуть-чуть менять цвет, я уже не ношу. Еще одна футболка с H&M, она с надписью, но, опять же, я такие вещи люблю, под джинсы, под шорты. Для лета идеально, тем более она из вискозы, такая очень приятная к телу. Такая легкая-легкая, полу такая чуть ли не прозрачная. Ну, мне нравятся такие вещи. Также в H&M я купила купальник. Когда я в сторис, в инстаграм подписывайтесь обязательно. И подпишитесь на канал, и нажмите колокольчик, будете знать, когда у меня выходят новые видео. Впереди у меня много интересных видео. Так вот, когда я примеряла этот купальник и показала вам его в сторис, у меня просто директ взорвался. Все спрашивали, что за фирма, что за магазин. Дай, пожалуйста, код. И я вам, девочки, его сбросила. Я, в принципе, могу оставить внизу под видео, вдруг вам понравится. Я взяла 36 размер, но, опять же, надо примерять. На мне 36 сел хорошо. У нас в Киеве я таких купальников не видела. Хотя это новая коллекция H&M, то есть, по идее, они должны быть везде. Но почему-то в Киеве его нету. Почему, не знаю. Также в H&M я купила свитер. Он теплый, классный, с такими огромными рукавами. Я их закатываю и смотрится так объемно. Ну, мне безумно нравится. Под джинсы, под шорты, опять же, под все, под юбки. Легко миксовать, потому что цвет такой, знаете, приглушенно-коричневый. Мне цвет очень нравится. Ну, куда без этого принта? Я долго сопротивлялась. Это, наверное, сезона 2. И я не покупала, говорила, нет, мне не нравится. Нет, мне не нравится. Когда вот он сейчас на пике, и скоро он уже выйдет из моды, я решила, что я приобрету себе вот такой вот наряд. Такой сарафанчик, то есть, такое платье-комбинацию. Я все-таки решила взять. В любом случае, это такой вот материал. Он не просвещается. Это действительно платье-комбинация. Это не комбинация. Но очень похоже. Я надеваю с ботинками и кожаной курткой. Кстати, в H&M я купила куртку. Сейчас я вам покажу. Это Бершка. Я когда увидела, я посмотрела, думаю, надо брать. Потом думаю, нет, не буду. Нет, я возьму. Но, опять же, пусть будет. Когда отойдет мода, я просто буду в этом спать. И все. Кожанка H&M новая коллекция. Я обещала вам ее показать. Я тоже думала, брать, не брать. Но она очень легкая и она под все подходящая. Для меня это действительно база. Потому что я придерживаю стиля casual. Это мой стиль. Мне он нравится. И кожанка весной, даже летом, когда там прохладно, она всегда у меня под рукой. Я взяла 36 размер. Для меня самый раз. Но, в принципе, можно было брать и 38. Тоже смотрелось бы неплохо. Но, выбирая между тем и тем размером, все-таки я склонилась больше к меньше. Можно сказать, что это весна. Можно сказать, что это лето. Но я так делаю всегда. Я покупаю вещи, которые можно одевать и весной сверху к куртку, которую я вам только что показала. Точно так же это можно без куртки одевать лето. Вот такой вот сарафан. Ничего особенного, но если правильно обыграть, то он будет смотреться, ну, даже иногда нарядно. Хотя, по факту, это просто такой, как сарафан. Можно сказать, даже как домашний. Но. Вот в таких вот... Боже, ты меня напугала. Будь здорова. Будь здорова. Но вот в таких вот вроде бы как домашних вещах есть особая изюминка. Есть сдержанность, которую мы обыгрываем аксессуарами, обувью, да, допустим, какой-то накидкой или пиджаком. И вещь из домашней превращается в такую элегантную. Ну, как в домашней. Я образно говорю, да. Я имею в виду спокойную, такую невызывающую. Ничего особенного. Но если правильно обыграть, то вещь заиграет по-новому. Комбез, который я уже успела надеть. Но. На фотосессию. Это тоже бершка. Размер. Уже сложно сказать, какой размер, потому что все поотрывало. Предполагаю, что тоже М. Мне нравится. Мне нравится... Я люблю необычные вещи. И я люблю комбезы. Я люблю миксовать их точно так же с курткой-кардиганом. С пиджаками. Сейчас актуально пиджаки с плеча мужского. А у меня таких пиджаков очень много. Одно время, лет пять назад. Это тоже было в тренде. И я ничего с ним не делала. Они просто весели и ждали. И вот пришло опять их время. То есть они не потеряли свою актуальность. Потому что у них такой базовый цвет. Это или черный. У меня, кстати, есть горчичный. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот. Ему уже довольно много лет этому пиджаку. И он у меня один из любимых. Мне нравится цвет. Я обожаю такой цвет. Ну, вы, наверное, заметили. Свитер, платье. Все они какого-то теплого оттенка. Длина интересная. Мне нравится, потому что все-таки видно щиколотку. И это тоже слегка сексуально. Можно надевать под лодочки. Мне больше всего нравятся под лодочки. Но также можно и под открытую обувь. Или даже под ботинки. Если вы надеваете такую кожаную куртку грубую. У меня есть не только такая вот. Более мягкая есть. Более грубая, да. И ботинки. Все равно будет смотреться классно. Ну, я обожаю вот такое вот. Миксовать нежное с грубым. Внизу под видео есть ссылочки на мои плейлисты. Там очень много полезной информации. Как ухаживать за собой, за волосами. Влоги, строительные влоги, путешествия. И много-много всего интересного. Также есть детство. Когда вы закончите смотреть это видео, обязательно переходите по ссылочкам моих плейлистов. И смотрите дальше мои видео. Вам понравится. На мне комбез тоже из Бершки. Он такой как замшевый. Он мне нравится. Мои цветы его нравятся. Фасон нравятся. И его можно надевать как весной, так и летом. То есть, в принципе, у меня такой сейчас гардероб я собрала. Он больше такой весенне-летний. Это размер S. Он идеально сел по выточкам. То есть, грудь не подвела. Потому что у меня очень часто бывает... Я сама по себе маленькая. Я не говорю, что у меня большая грудь. Но бывает так, что мне тяжело подобрать купальник под мой размер. Например, 36 как бы идет нестыковка с грудью. Точно так же и по каким-то нарядам то же самое. И здесь вот как-то так все идеальненько село. И для груди место есть, и по выточкам хорошо. То есть, смотрится хорошо. И длина шорт мне тоже нравится. Они не сильно короткие, но при этом и не сильно длинные. Потому что сами по себе у меня ноги худые. У меня широкий таз и очень худые ноги. И поэтому я для себя подбираю идеальную длину. Вот это вот идеальная длина. То есть, я не люблю, когда сильно коротко. Но я позволяю себе очень короткие шорты. Но в определенные места. Такие как, например, пляж или там... Ну, в общем, не выход в город. Поэтому вот в этом можно идти в город. То есть, не коротко. Это хорошая длина. Еще хочу показать вам такую вещь. Я вам показывала... Я оставляю сейчас ссылочку. Внизу посмотрите. У меня были аутфиты, когда я была в Египте зимой. Я вам показывала, что я взяла с собой. Там очень много вариантов. Я прям много сделала вариантов одежды. И там я вот показывала вот этот вот боди. Очень удобная вещь. Она тоже подходит под все. Под джинсы. То есть, ее можно надевать как летом, так и весной. Например, одеваете боди. И сверху пиджак, кофту, кожанку. То есть, все, что угодно. И можно даже зимой одевать. То есть, весной и сейчас, когда прохладно. Под свитера. То есть, это та вещь, которая должна быть у каждой девочки. Оптимально с разных цветов. Это как база. Ну, мне нравится горчичный. Я, как уже говорила, мне нравится этот цвет. Вот прям очень нравится. И я как-то так подбираю. Не задумываясь эти цвета в своем гардеробе. Это Тели Вели Эско. Я заходила в наш Тели Вели. Я видела, но не такое. Чуть другое. Вот точно такое я видела в каком-то другом магазине. И удивилась. Ну, мне кажется, отшивают, наверное, в одном месте. А потом просто пришивают бирки. Выбирайте. Их сейчас в магазинах очень много. Просто выбирайте то, что вам нравится. По материалу, по цветовой гамме. Потому что по факту они все одинакового фасона. И еще покажу одну вещь, которую я купила в Европе. Я не погладила. И на себя примерять не буду. Я вам просто вставлю фотографию. Это летняя вещь. Я купила ее по распродаже. Тоже в H&M. Она стоила 350 гривен. Если перевести с... Я уже забыла. Кроны? Нет. В Чехии. Какие деньги? Напишите в комментарии. Это такой комбез стиль бохо. Мне очень нравится. И летом я обожаю этот стиль. Я вообще его люблю. Но он классно смотрится в нашем регионе. В Украине именно летом. Когда можно миксовать повязочки на голову. Разные накидочки и так далее. Вот я взяла этот комбез. Он с рукавами. С клешем. Он с декольте. Но я подумала о том, что в принципе можно надевать его как для пляжа. То есть вы надеваете купальник и сверху его. И если будет чуть-чуть видно купальника, это очень даже прикольно. Поэтому я просто взяла именно для лета, для пляжа. Я взяла 36 размер. Но так как это распродажа, особо выбирать не приходилось. Просто повезло, что был мой размер. Хочу вам показать костюм, в котором я была на 8 марта. Я приковывала к себе взгляды. И когда девушка в костюме, тут пиджак он такого... Ну он массивный. Он действительно смотрится... Он по мне, но смотрится как будто он с мужского плеча. Очень здорово смотрит. О, моим парфюмом пахнет любимым. Я не очень люблю розовый цвет, но этот цвет такой пудровый. Плюс в магазине другого цвета не было. А мне очень понравился этот костюм. Это SL Ира. Я внизу оставлю сводиться в Лавине Мол. И там есть еще размеры, потому что это новая коллекция. Я много чего перемерила. Я выбирала нарядка 8 марта. И в инстаграм у меня были разные варианты. Я предложила вам, чтобы вы проголосовали. Какой же я выбрала? Большинство как раз тоже выбрали этот костюм. Но на самом деле там много было хороших вещей. Поэтому девочки не могли понять. Они предлагали и первый вариант, и второй, и третий. Ну то есть там действительно есть хорошие вещи. Поэтому можете заехать глянуть. Цена его была 3 тысячи с копейками. Я точно сейчас не помню, но помню, что 3 тысячи. Тут очень плотный, как очень. Я сравниваю со штанами. Тут плотный пиджак, но штаны, они такие больше летние. Ну то есть весна-лето. Потому что зимой вы его не наденете. Ну как наденете, можно, если там с машины. И на мероприятие, с мероприятия в машину. Потому что штаны легкие, и они слегка светятся. Тут нет подкладки в штанах. А в пиджаке есть. Поэтому это больше весна-лето. И хочу вам показать такой плащ. Плащ-пальто, который я купила тоже по распродаже в F91. Я оставлю внизу ссылку. Может быть еще есть, но я купила по распродаже. Буквально случайно. Купила себе и маме. Потому что это тоже базовая вещь. Просто она по цвету и уже не базовая. Но мне это и понравилось. Я люблю очень яркие вещи. Стоил он 999 гривен. И со скидкой 699 гривен. У меня размер M. Маме я купила размер L. Так что мы с ней будем одинаково. Ну, вы знаете, мне даже прям хочется с мамой куда-то пойти, чтобы мы были в одинаковых плащах пальто. И совсем забыла вам показать комбез. Купила я его в Устье над Лабан. Это Чехия. Магазин Кроп. Размер S. Из хлопка он. Прикольный такой. Мне безумно нравится. И, кстати, он тянется. Я его уже носила вдоль и поперек. И вот в видео вы его видите. Я его носила под разную обувь. Он классно сочетается со всем. И под кепи такой хулиганский такой вид. И под лодочки более женственный. Мне он очень понравился. Поэтому, если вдруг вы где-то его встретите, найдете, обязательно берите, не пожалеете. И вот классический мужской костюм маленького размера. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Я к этому отношусь просто замечательно. Я очень люблю на себя надевать мужские вещи. Вот мне прям очень нравится, когда они маленькие, они классно пошиты. И они на женской миниатюрной фигуре смотрятся просто идеально. Хотя, мне кажется, любая девочка с любым размером может прийти в магазин и примерить костюм своего размера. Только в мужском магазине. И просто хотя бы для себя, как эксперимент. Попробуйте. Может, вам понравится. Я как-то попробовала, и мне понравилось. А знаете почему? Это все у меня пошло с того, что мне очень нужна была рубашка для съемки. Но не было чисто белой моего размера. Я забежала в мужской магазин и попросила самый маленький размер. Мне дали. И эта белая рубашка до сих пор у меня. Кстати, где-то она здесь. Вот. Вот этой рубашке уже, наверное, лет 8. Я ее очень люблю. Она приталенная, то есть она с выточками. Она мужская. На мужскую сторону застегивается. И это одна из моих самых любимых рубашек. После этого я поняла, почему только мужчинам надо одевать мужские вещи. Я тоже могу, я тоже хочу. И я начала это практиковать. Поэтому я спокойно покупаю мужские вещи маленького размера. Эту вещь я не покупала. Мне ее подарили. Это бренд подарил L'Oreal. Вот. Я просто хочу вам сказать о том, что джинсовые куртки, они очень классно смотрятся. Вот под что вы бы их не надели, они реально классно смотрятся. Но я люблю джинсовые куртки как раз оверсайз, когда они на вас объемные. Вот прям. Я почти все закатываю. Мне прям очень нравится. Вот. О, деньги нашла. Надо чаще по карману власть. Вот. Когда плечо чуть-чуть спущено. Когда еще объемнее, чем это. В общем, я не знаю. Мне так нравится, когда вот такая вот маленькая девочка, и на ней что-то очень большое. Вот. Не знаю. Какая-то такая ассоциация приятная. Еще хочу вам показать сумочку. Эту сумку мне подарила моя подписчица. Она делает их сама и своими руками. Если честно, я вот посмотрела вот так вот и думаю, как? Ну, как такое можно сделать своими руками? Все настолько аккуратно. Это лоза. И она мне, как проновые колготки, не портит. Как так можно покрыть было лаком? Что... Ну, идеально. И она под все подходит. Я вам покажу пару образов, где я с этой сумкой. Она безумно удобная. Здесь хорошая фурнитура. Внутри хлопок, кармашек. В общем, и она вместительная. То есть от того, что вот здесь вот горлышко, кажется, что она маленькая. Но она потом уходит вот в объем. И сюда вот прям все-все помещается. Вот. Она на дне лежит. Сюда еще много чего может поместиться. Я в восторге. Я оставляю на девочку ссылочку. Я могу смело ее рекомендовать. Просто, девочки. Это... Это необычная, классная вещь, которая подходит под все. Я уже проверила. Также я купила недавно обувь здесь уже в Киеве. В магазине конфискат метро Харьковская. Если вам что-то понравится, вы сможете поехать и тоже себе приобрести. Я купила двое кроссовок повседневных на каждый день. Мне не понравились. Такие массивненькие. Для моей худой ноги не очень, конечно же. Но под некоторые наряды я думаю, что я все-таки смогу носить. Опять же, каждый подбирает обувь, одежду под свою фигуру. Массивную обувь стараюсь не выбирать, потому что она большим грузом смотрится на моих худеньких ножках. Но дань моде отдать хочется, поэтому я приобрела. Дальше в своих видео... Также у меня есть рубрика аутфиты. Это мои наряды ежедневные. Есть на канале на ютюбе. Можете в плейлисте посмотреть аутфиты. И в инстаграме, подписывайтесь в инстаграм, там тоже я показываю свои наряды. И там можно будет посмотреть, как я все комбинирую. Какую одежду подбираю под такую обувь. Также у меня есть еще сапоги Батфорде, но не знаю, показывать вам их или нет. Ладно, покажу. Это сапоги Батфорде с магазина Марсала. Такой бренд. Они стоили 9 копейками, точно уже не помню. Очень прикольные. Мне они очень нравятся. Я уже в инстаграме показывала несколько аутфитов с ними. И, в принципе, наверное, надо будет и на ютюбе показать. Мне очень нравится вот этот вот устойчивый каблук. Также здесь прикольная замша. Замша натуральная. Это кожа. Вот. И очень удобная колодка. Я брала 39 размер, 38 у меня было. Поэтому мне приходится одевать еще носочек. Ну, ради красоты, что не сделаешь. Еще одна покупка с магазина Марсала. Но я ни разу еще их не надевала. Вот. Это такие полусапожки. Я взяла их исключительно из-за каблука. Мне очень понравился каблук, подошва. И вообще классный у них стиль. Но, опять же, моя худенькая ножка не очень хорошо смотрится. Вот с такой, как правильно сказать, галошей. То есть, когда я их покупала, я планировала отнести их в ателье и обрезать. Ну, где-то вот так вот. То есть, сделать их короче. Почему? Потому что прям очень здесь широко. И на моей ноге смотрится не очень красиво. Опять же, от того, что у меня ноги худые. Смотрится, ну, как-то странно. Но вот здесь сама колодка мне безумно понравилась. Поэтому, к сожалению, я не успела их еще отнести и ничего с ними сделать. Но вот я сейчас как раз вам снимаю, заодно выложу. И надеюсь, что отнесу, чтобы мне обрезали их. Так, эти стоили дешевле 3 тоже с копейками. И также, снимая видео, я, к сожалению, забыла про вот эти вот брюки. Я купила их в Катоне. Они были по распродаже. Стоили очень недорого. Во влогах вы их видели и на мне видели, если вы смотрите мои влоги. Так как у меня канал больше влоговый, я вам советую подписаться на него. Потому что в моих влогах это не только повседневная жизнь. Там как бы все на свете. Классные советы и шоппинг. Это 36 размер. Очень такие легкие брюки. Но я думаю, что скоро, буквально через месяц, я смогу их носить. Вот. Я не помню точно, сколько они стоили. Но в районе там 250 гривен. Не дороже. Они классно будут смотреться даже вот под такие вот кроссовки. Также под какие-нибудь лодочки. То есть это тоже оптимальные такие брюки. Я считаю, что это базовый. Как бы это просто базовая покупка для меня. А за это видео поставьте мне пальчик вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, пальчик вниз. Я не обижусь. У каждого свои вкусы. И переходите на мои другие видео. Смотрите. Оставайтесь, комментируйте, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить другие видео. И я уже заговариваюсь, поэтому заканчиваю. Все. Всех люблю, целую. Пока-пока.